а саламу алейкум кроме то спортсер хаон приветствую вас друзья подписчики и зрители канала наш боец . кейзе давно и не выходил в эфир к сожалению были обстоятельства было очень много гостей потом мы до сих пор я делаю у себя ремонт и скорее всего скоро будет у меня новая студия но переходим непосредственно к событиям которые нас ожидают 30 августа армана шимов на м1 челлендж 104 в городе оренбург проведет свой очередной поединок в рамках м1 global естественно если сопротив бразильского файтера одноклубника кайка линкара которого армана шимов замечательным образом здесь в алматы на м1 челлендж 101 если не ошибаюсь победил так что не забываем про этот поединок 30 августа завтра скорее всего выйдет более подробный обзор о том что нас ожидает вот с арманом ашимовом также 31 августа евгений гимбердиев будет выступать на эссе 97 городе краснодар против буторина очень сильного соперника и после этого поединка вполне вероятно при победе евгения гимбердиева иншалла я вот на это очень надеюсь же не дадут уже наверняка биться за чемпионский пояс весовой категории до 93 килограммов промоушена эйсей также 31 августа этнический казах дамир и смогулов проведет свой очередной поединок в рамках юфси друзья это будет китай город шинджин если не ошибаюсь о жене гимбергеве армане ашинга и до мир и смогулове ожидайте вот именно отдельных выпусков по их предстоящим схваткам поговорим уже непосредственно что нас ожидает вот ближайшие дни друзья сегодня же мне бы хотелось заострить ваше внимание на промоушенах на лигах республики казахстан их у нас не так уж много ну и не так уж мало друзья за эти полгода друзья я по вам на чемпионате казахстана это объединенный чемпионат по мм и это было супер также я побывал в городе от раун на чемпионате казахстана по же пежек и мне тоже очень понравилось после этого я побывал если не ошибаюсь я ездил в город тарас на алаш прайд и это на мой субъективный взгляд был один из самых сильных турниров вообще в принципе алаш прайды друзья суперский fight card также в этом году я побывал в городе ахтау на турнире nfc 19 и это было круто это было шикарно меня отлично встречали кстати говоря меня везде встречают очень хорошо выражаю свою благодарность вот всем кто меня встречает и вот ну что говорит меня встречают гораздо лучше чем чем я того заслуживаю мне безумно это нравится и приятно также я побывал в городе каркарала на турнире абадан fc это был их седьмой турнир и мне тоже очень понравилось также офигенно встречали суперский турнир также я потом побывал в октагона турнире в одном из турниров октагона здесь в городе алматы а потом поехал в город кульсар на очередной турнир промоушена nfc 19 номер этого турнира был и я в принципе сейчас вот друзья могу как-то уже посмотреть и сделать небольшой вывод о том что творится ну во первых друзья сразу же первого числа в городе женаузен пройдет фестиваль боевых искусств жаунгир в честь 120-летия казахстанской нефти и на этом фестивале будет официальное открытие презентация нового казахстанского промоушена лиги жаунгир более подробно естественно я вам уже расскажу непосредственно уже наверно после 1 сентября возьму интервью у абад саматовача который является генеральным директором ассоциаций боевых искусств возьму интервью у пострадите интервью у фархата амин погашки аманкулова который является генеральным секретарем ассоциаций боевых искусств Все это, и как раз таки вот именно из этой ассоциации рождается промоушен Жаунгер, друзья. Очень интересная тема. Я, наверняка, многие из вас знают, с недавних пор стал сотрудником Ассоциации боевых искусств. И абсолютно вообще в этом никак не жалею. Мой наставник, это Фархат Аменыч Манкулов. Я очень рад, что он меня пригласил на эту должность. Но об этом немного попозже. То есть не забываем, что будет открытие официальное промоушен Жаунгер. В рамках этого открытия пройдет несколько поединков по Муай-Тай, несколько поединков по Панкратиону и ММА. Туда я лечу, опять же повторюсь, все вам покажу. Двигаемся дальше. Итак, примерно на всех турнирах наших казахстанских промоушенов в эти полгода, друзья, я побывал. И что я могу сказать? Сейчас мы ничего не слышим о таком промоушене, о такой лиге, как Алаш Прайд. Хотя в этом году они уже провели два турнира. Один турнир был в городе Тарас, который я посетил. Это было супер. Второй турнир был, по-моему, 1 мая. Но 1 мая я был как раз-таки на NFC 19, друзья. И то, что сейчас абсолютно никакой информации у меня нету о Алаш Прайде, это, конечно, утручает. Абсолютно непонятно, что происходит с этим промоушеном. Они обещали сделать турнир вот в июле, потом, сказали, перенесли его на август. И до сих пор вот август и покончает. Сегодня 27 число. А мы про Алаш Прайд ничего не слышим. Алаш Прайд мой любимый клуб. Я начинал свою деятельность с обзоров, вот помните, тот еще наш боец, с обзоров именно поединков, турниров Алаш Прайда. И очень, конечно, будет печально, если этот величайший клуб с большой историей, богатой историей, с большими заслугами перед Казахстаном завершить свою деятельность. Это будет, конечно, просто кошмар. Это будет настоящая потеря из потерь. Но, друзья, но, то, что Алаш Прайд сейчас не проводит никаких турниров, сразу же отразилось на том, на активности других промоушенов, таких как Октагон, Абадан и Найза Файтинг Чемпион Жи. Я вижу, что эти промоушены, не обладая такой большой историей, вкладывают свои силы, нервы и, главное, деньги, друзья, в развитие профессионального ММА в Республике Казахстан. И это круто. А Даниэр Каскарауф, который, как я понимаю, сейчас уже не является президентом Алаш Прайда, так как вот на Тарасском турнире было официальное объявление, что президентом стал вот один молодой человек, я вот не помню его имя и фамилия, Шимкента. Даниэр Каскарауф является одними из самых лучших друзья на сегодняшний день, наверное, по всему СНГ матчмейкером. Те ребята, которых он приглашал на свой турнир по Алаш Прайду, ну, в частности, так скажем, из Республики Узбекистан, всегда радовали своим профессионализмом. Сейчас, глядя на то, что происходит в казахстанском ММА, я могу сказать только одно с уверенностью, друзья, самые лучшие поединки в рамках ММА, в рамках казахстанского промоушена показывают исключительно казахстанцы. То есть, когда мы деремся между собой, вот тогда получаются нереально крутые схватки. Либо, если соперниками казахстанских бойцов являются кыргызские файтеры, вот тогда тоже кыргызские братья вообще молодцы. Вот именно вот эти две позиции показали на данный момент, что могут показать зрелищные и красивые поединки, но не узбекские файтеры. Я не знаю, в чем здесь дело, скорее всего, дело именно как раз-таки в большом опыте и связях Даниэра Каскаравова, потому что он на свои турниры узбекских файтеров приглашал очень даже сильных. Даниэр Каскаравов имеет большой опыт в этом деле, и Абадан Эфси, и Октагон, и Найза Файтинг Чемпионшип, к сожалению, в этом плане отстают, но отстают ненамного. Их пыл, их задор и желание развивать казахстанский ММА, конечно, дает свои плоды, и сейчас они на должном уровне, во-первых, представляют свои лиги, а во-вторых, я могу сказать конкретно, что вот именно Абадан, не обижайтесь на меня, пожалуйста, Нурадин Садыков, и Найза Файтинг Чемпионшип буквально догнали сейчас вот именно по качеству поединков, по организации турниров, по всему, что составляет, по пиару и т.д. и т.п. уже практически догнали Алаш Прайт, и если в этом году Алаш Прайт не проведет все же ни одного своего турнира, то Пальма Первенства, Пальма Овет Первенства, лучшего промоушена 2019 года, будет как раз-таки, ну, мной, вот по проекту, допустим, нашбоец.кз, вот номинации, будет разыграна непосредственно между Абадан Эфси и Найза Эфси, друзья. Сегодня мне бы хотелось немножко, знаете, друзья, сказать, конечно, больше именно о Найза Файтинг Чемпионшип, так как вот совсем недавно, 10 августа, у них прошел очередной турнир NFC 20 в городе Кульсаре под открытым небом, и я вам скажу, это было круто. Собралось около 5000 человек, но наверняка 5000 было. Были хорошие, красивые поединки. Суперская, друзья, организация турнира. Все работало как часы. Если, к примеру, мы взглянем на Абадан Эфси, и мы увидим там Нурлана Халтаева, который настоящий лидер, и вот все двигается по его плану, то здесь же немного другая атмосфера, вот в NFC. Мне она тоже безумно понравилась. Я не могу сказать, что лучше или что хуже, друзья, однозначно. Наверное, скорее всего, NFC чуть-чуть получше, потому что все-таки за их плечами уже 20 проведенных турниров. Абадан Эфси может похвастаться только семью. Но в любом случае это небольшое преимущество от того качества проведения поединков и тех сваток, которые я увидел. Немножко, конечно, лучше NFC на данный момент. В NFC там я себя почувствовал немного, знаете, в пионерской такой обстановке, в пионерском лагере. Я почувствовал себя студентом, молодым 25-летним парнем, потому что это все, знаете, вот эти ребята с NFC, они давным-давно вместе общаются. Они выступали по единоборствам, тренировались вместе, защищали честь страны в разных-разных промо... в разных-разных, допустим, вот по любителям, по Гратион, Жек-Пежек тот же, допустим, да, рукопашный бой и так далее, самбо. То есть это вот одна бригада, вот они вместе собрались и делают просто шикарнейшие турниры. И главное отличие, и Абадан NFC, и Найза Fighting Championship, друзья, я могу сказать так, отличие от Алаш Прайда. Это судейство. Лучшее, лучшее судейство, вот именно в Абадане мне очень понравилось. И в Найза Fighting Championship. Это круто. Вот никаких вопросов по судействам в этих двух лигах у меня никогда не возникало. Был интересный момент, вот на NFC 20, если вы помните, Николай Самусев вышел против Ханата Кулмагомбетовой. Это местный парень. И естественно, вся публика была за Ханата. И эту схватку в течение трех раундов он проиграл. Но к чести Ханата хочу сказать, что готовился он к этому поединку всего лишь одну неделю. Но несмотря на это он проиграл. И достаточно, знаете, показательный момент. На следующее утро, на завтраке мы вот сидели, кушали. Вот Абилов Азамат был. Один из чемпионов Найза Fighting Championship. Но он уже возрастной парень, 36 лет ему. Не знаю, он, по-моему, уже освободил этот пояс. Потому что у него рекорд без поражений. И Роман у Розамбетов был. Боюсь ошибиться в фамилиях, друзья. И пришел как раз-таки Ханат покушать. Кулмагамбетов. И началось обсуждение. Ханат сказал, что он не согласен с решением судей. Он считает, что он выиграл Николая Самусева. И тогда вот как раз-таки и Роман, и Азамат. Они очень популярно и четко ему донесли мысль основную. Найза Fighting Championship. Если ты хочешь победить гостя, а Николай Самусев, несмотря на то, что он был из города Нур-Султан, команда Top Team, он все-таки там считался гостем. И Ханат был местным парнем. Ты должен его побеждать более чем убедительно. Вот эти вот моменты, когда Азамат Абилов говорит, что ты вставал на колено, это вообще было ни о чем. То есть доходчиво, понятно, они объяснили свою точку зрения. Несмотря на то, что Николай получил желтую карточку, они отдали предпочтение именно ему. И я тоже считаю, что Николай Самусев там победил. Не сказать, что это было прям нереальное в одни ворота. Нет. Ханат Кулмагамбетов очень хорошо дрался. Показал достойный поединок. Несмотря на то, что подготовка у него была всего лишь одну неделю. Достойно-то дрался. Молодец он в этом плане. Но вот, допустим, Язамат и Роман, они ему популярно объяснили, что ты не прав, парень. И не нужно здесь возмущаться. И это, кстати говоря, следующая схватка. Канат Кулмагамбетов попросил реванша с Николаем Самусевым. И я думаю, это будет очень крутой поединок. Потому что вот первая ихняя схватка на NFC 20. Это было круто. Это был самый лучший бой вечера. Это было три раунда вот прям нереально зажигательных. Очень таких, знаете, нервных. Очень таких, которые держали в напряжении. И сейчас, вот допустим, получается вполне вероятно 1 сентября. Возможно, не 1 сентября, а на следующем, одном из NFC 21-22. Посмотрим. У нас будет матч реванш. И я вам скажу, что это будет очень интересный поединок. По первой схватке Николая Самусева могу сказать только то, что Николай впервые в своей жизни встретился. Вот, так скажем, с бойцом, который больше предпочитает партер. И у которого очень хорошая вольная борьба. И который знает, что нужно делать в партере. Николай получил большой опыт. Теперь будем смотреть, что будет дальше. Кстати говоря, большой опыт получил не только он, но и тренерский штаб. Тобе топ-тима в лице, допустим, непосредственно Диаса Кабдулова. Будем смотреть, это очень интересная схватка. В принципе, знаете, друзья, опять возвращаясь к тому факту, что самые лучшие поединки показываем мы между собой, казахстанцы. Либо, допустим, бойцы Казахстана против бойцов Казахстана. Очень интересная, допустим, пара соперничества у меня, по крайней мере, в голове возникает. К примеру, почему бы не сделать такую схватку, как Артем Резников против Ярала Абдурова. Мне кажется, это будет супер. Запад против Юга. Встретиться где-нибудь в Нур-Султане. На одном из турниров нового промоушена Жаунгер, к примеру. И устроить эту схватку. Потому что весовой категории до 73 килограммов, мне кажется, именно эти два бойца казахстанских, Артем Резников и Ярла Абдуров, сейчас представляют топ. Топ. Понимаете, они самые лучшие в своей весовой категории. И если мы не можем найти достойного сопротивления вне границ нашей республики, здесь, в Казахстане, то почему бы нам не подраться между собой. Я считаю, это будет очень классной схваткой. Да и вообще, друзья, я считаю, что нужно отбросить вот это вот казахи не дружатся с казахами. Но это ерунда, друзья. Это спорт. Давайте относиться к спорту. Если мы считаем, что это спорт, давайте относиться к нему как к спорту. В любителях драться можно, а почему в профессионалах нельзя? Друзья, это будет повышение уровня наших же бойцов, нашими же бойцами. Я в этом, друзья, уверен на 100%. Двигаемся дальше. Сразу же хочу также выразить большую благодарность вот за эти полгода вот всем нашим казахстанским промоушенам. Нурадин Садыков. Большое спасибо за то, что приглашаешь. Большое спасибо, что развиваешь наш ММА. Нурлан Калтаев Агамс. Огромное вам спасибо за то, что меня так вот встречали у себя в Кархарале, у себя в Карханде. Мне было очень приятно. Вы молодцы. Ни в коем случае не останавливайтесь. Нурбек Карабалаев. Нурбек Мулыков. Азике, Асоха, Баке. Друзья, блин, всех вас там не перечислить. Ваша огромная компания. Нифига себе. Но вы меня встречали вот прям действительно как родного. Мне было очень приятно. Сагандык Микеев Агамас. Ага. Агай. Сагандык. Сашка Агай. Большое вам спасибо за то, что вы делаете и встречаете меня как родного там в городе Атерау. Помогаете мне во всем. Мне очень приятно. Еще раз хочу сказать. Меня встречают, слава богу, так как я этого точно не заслуживаю. Альхамдулилляхи. Друзья, спасибо вам большое за это. Буквально завтра, послезавтра у нас будут очень интересные выпуски по Евгению Гембердиеву, Арману Ашимову и Дамиру Исмогулову. Так что обязательно подпишитесь на наш канал. Нажмите там на колокольчик. Обязательно ставьте пальцы вверх. Оставляйте ваши комментарии. Я постараюсь ответить на все ваши сообщения. Ну и еще раз подписывайтесь на наш канал. С вами был Сула. Всем пока. Салам алейкум. Арифидарчи. Субтитры сделал DimaTorzok